приветствую любители москвы вы смотрите передачу подмосковные походы и сегодняшний поход будет от этой железнодорожной платформы когда-то станции панки и дальше до центра города люберцы ну а точнее до центрального парка до люберецкого парка культуры и отдыха ну такое название панки вот здесь железнодорожная платформа которая была открыта в 1929 году когда панки был еще отделен от люберец был отдельным рабочим поселком до этого селом но совсем скоро буквально через пять лет в 1334 году панки вошли в состав города люберцы в котором и до настоящего времени находится и является его одним из его микрорайонов многочисленных вот эта улица электрификации и собственно говоря одновременно такая при железнодорожная улица здесь вот рядом такие всякие пристанционные полно всяких торговых рядов всякие пристанционные магазины строения ну как в общем то это обычно и бывает такая пешеходная дорожка вот ну вот такая как бы площадь и так далее но само название панки конечно же может вызвать у многих так сказать отсылку к такой панк культуре да ну панки такие так сказать известные так сказать деятели неформальные такие как бы неформальная культура но на самом деле конечно же собственно панкам название этого микрорайона когда-то самостоятельного села подмосковного естественно не имеет потому что упоминается название панки еще в 1778 году ну то есть собственно тогда когда именно панков какой-то культуры вообще даже близко никакой не было тогда вот ну а почему такое название дали этому населенному пункту на ныне микрорайону города Люберцы никто в общем то сейчас уже не знает и скорее всего уже никогда и не узнает ну далее далее вот а вот да ну а панки да ну это известная культура она была еще в конце 80-х годов особенно так наверно популярна и в начале 90-х именно в нашей стране ну а так она появилась на западе Великобритания США вот в тех местах ну и в общем появилась она еще раньше в 60-70-е годы ну довольно таки экстравагантные молодые люди были специально такой как с гребнем с гребнем такие волосы делали да ну и во многом это такая конечно протестная культура в общем то за свободу за во многом за вседозволенность то есть в общем то как и многие другие подобные молодежные культуры которые боролись против диктата государства против авторитаризма ну и всяких запретов и так далее ну еще раз повторюсь что к этим панкам которые в Люберцах те панки которые культура никакого абсолютно абсолютно никакого отношения имеет поскольку еще раз повторюсь название это панки ну появилось за два века до того как собственно эти панки как культура возникли но улицы электрификации наверное более менее понятно почему естественно это название советское как тут вот практически все остальные названия улиц и связано но конечно же тем что с этим планом электрификации которым просто бредила молодая советская страна ленин там во главе советской страны и был помните такой план гойлоро электрификации россии ну потом советского союза когда он соответственно возник в двадцатом году ну по которому соответственно вот все больше и больше должно было применять электричество в нашей в обычной повседневной жизни людей все постепенно должно было переходить именно на электрическую тягу вот на электрическую энергию вот ну и поэтому так вот видимо когда не такому вот такому направлению но собственно у нас сейчас помогут все на пищи да те же компьютеры и камеры да все почти что там говорить и машины сейчас электромобили уже ну мало их конечно но уже тоже видите горизонты понятно электробусы всякие то есть это электричество то но практически повсюду сейчас никуда от него не уйдешь вот ну значит а здесь вот рядом с железной дорогой находится промзона которая называется электро хлебозаводская вот ну собственно по хлебозаводу а сейчас это хлебокомбинат который в том числе на ней находится и до сих пор успешно работает тоже сейчас давних советских времен с тридцатых годов так что вот видите как тут все в тридцатые годы во много складывалось но здесь вот и поэтому как видите здесь много заборов людей здесь практически не живет поскольку с одной стороны как видите слева там железная дорога собственно да а здесь вот справа это промзона но в частности вот мы сейчас проходим вот эти места да это здесь собственно говоря вот находится непосредственно вот по вот улице то самое ну раньше находился экспериментальный завод буровой техники институт вот эти здания вот видите вот эти здания за вот этим страшным бетонным забором это все здания ну они немножко уже как видите современно отделаны забор не удосужились поменять а вот здание немножко отделали но это и про таскать помог потому что там уже никакого завода нет по сути дела это бывший завод вам могут вот сейчас тоже по сути не работает а завод буровой техники да и институт тоже тогда был всесоюзный потом всероссийский вот но здесь вот и собственно говоря и завод опытный как часто бывает при институтах то есть и разработки но как право вообще главк во многом находился в москве конечно того институт как таковой а здесь больше степени от люберцах именно испытания проходили буровой техники и вот мы сейчас по и сейчас мы уже повернули как видите да с как раз улице электрификации на первый панковский проезд вот но уже по моему единственный насколько я помню больше панковских проездов нет это мы все еще до сих пор идем по микрорайону панки который во многом группируется как раз от вокруг железнодорожной станции вот и вот вокруг вот этой промзоны хлебозаводская вот но есть по другую сторону там уже веките магазинчик всякие ну жилые дома тоже есть основном пятиэтажные в этом районе которые были построены в шестидесятые годы но таких в принципе домов довольно много в москве но сейчас эта территория вот этого опытного завода буровой техники естественно как и часто бывает и в москве используется естественно под офисы под всякие склады ну то есть скажем так разербанина на части под разные компании так вот сейчас повернем вот машина поворачивает как раз на первый панковский проезд ну как видите вот уже появляются жилые дома то есть до этого это вот было здесь промзона да вот она но она остается вот с этой стороны вот здесь вот а сейчас а от и там железнодорога все от час мы от нее отходим до этого шли вот параллельно железнодороге вот и поворачиваем туда уже в сторону октябрьского проспекта главной магистрали города люберцы вот но само название города люберцы собственно говоря но в общем то появилась еще тоже в давние времена где-то 17 веке и она вообще было сначала не люберцы а либерцы либера вы еще называли да ну и во многом это название но в общем то связано ну как говорят вообще вообще тоже никто толком не знает почему она связана чем она связана но нету толкования вот эти вот эти пятиэтажки вот так же как и панки никто этого не знает то есть вот эти все названия они в общем то сейчас уже так сказать их название скрыто в глубине веков толкование названия но считают что от имени либер был некой такой имени либер но и от этого собственно возникло опять же это все только достаточно натянуто вот почему от имени и имени либер может быть и не имя может быть это какое-то слово которое что-то обозначало еще какое-то старое ну короче говоря здесь можно толковать сколько угодно но это толком не скажет никто не знает от чего произошло слово люберцы но но то что было сначала либерцы либерово это точно это сто процентов но потом уже либерова либерцы но трансформировался люберцы кстати в городе прорекает речка люберка она в основном заключена подземный коллектор но ну как часто и москве бывает такая малая речка но может быть и по речке люберка да и вы не по ней дали но опять же а почему речка люберка да тут тоже никто толком не знает настоящий момент вот но и конечно же люберцы они в общем то да вот сейчас мы все идем по микрорайону банки и продолжаем идти ну и здесь видите промзона продолжается с той стороны кабинат искра из росрезерва там за заводом за бывшим уже заводом буровой техники а вот этот вот кстати склад там да склады в основном вот этого рост резерва они вроде там до сих пор действует вот но это стратегический запас резерву поэтому и в москве тоже они есть кстати ну в частности там как в районе в районе в районе где вот слабого рокоссовского там где вот открытое шоссе вот там они находятся в том числе сигнал называется ну здесь вот тоже искровец вот видите тут вот а здесь сейчас будет у нас институт сейчас центр горного производства институт горного дела имени скачинского вот так что так вот там все рос резерв то есть тут одни сплошные как говорится вокруг разные бывшие ну и отчасти нынешние предприятия ну как видите вот есть и жилые дома тоже и они все пятиэтажные в основном кирпичные одинаковые ну никакой естественно интерес они не представляют ну так вот эти люберцы они конечно же были известны ну своим таким крутым нравом да и так сказать сказать что я там из люберец я живу в люберцах да многие даже боялись сюда вообще приезжать раньше ну естественно в основном это было в конце 80-х в 90-х годах когда просто был огромный разгул преступности в стране и действительно реально просто ну захлестывал да было полно гопников и всех таких людей которых в общем-то лихих да которые могли так вот и ограбить и избить и все что угодно так сказать сделать ну и в общем-то считается что тут прям просто их рассадник был ну вы знаете я думаю что это конечно во многом преувеличение то есть на самом деле конечно таких людей полно было лихих и в москве в самой непосредственно и в других подмосковных городах в том же и в любом городе возьмите хоть в Локоламск хоть я не знаю Балашиха там Химки да где какой угодно город ну конечно особенно конечно понятное дело это процветало в густонаселенных городах потому что понятно что там скажем так этим всяким преступникам есть где развернуться понимаешь в каком-то там таком небольшом городишке там как-то сложновато да все таки свои темные дела делал потому что там более-менее себя друга знают и там конечно как-то таким бы людям быстро показали их место ну а здесь так сказать в общем-то конечно понятно что в общем-то в густонаселенных городах вот здесь вот видите слева здесь вот находится там гаражи видимо и за ним находится как раз институт горного дела горного производства институт горного дела имени Скачинского ну вроде как работает до сих пор но не знаю насколько там полной мощности или нет но в общем то работают вот ну так вот я продолжу по поводу страхов по насчет люберцев и люберов да вот и конечно такие люди естественно они были не только в люберцах и понятно в других городах но вполне во и организован преступной группировки вы же помните там и Ореховский там были да и прочие всякие группировки вот они орудовали во многих городах и не только здесь и гопников хватало но возможно что здесь их просто было побольше но с чем-то связано не с тем что прям вот знаете в люберцах прям вот сконцентрировалась всякая самая такая шпана и всякие все хулиганы и больше в большом количестве да прям вот какое-то такое место нехорошее да что здесь прям оно как бы притягивало всех вот таких вот людей нет я думаю просто дело во многом еще и в том что как бы знаете немножко такой эффект ну что ли такой и индукции да или как бы эффект притяжения ну то есть знаете как под потов такому принципу что вроде как да вот мы такие плохие ну и вроде как быть люберцах ну как я жизнь люберец ну я тоже такой а чем я хуже чем допустим да раз такая малого идет ну значит вот мы и будем такими да как бы то есть таком плане немножко такой как бы само название оно уже немножечко тоже воздействовало скажем так на сознание людей и те кто здесь многие из тех кто здесь жили они как бы становить еще и но старались как бы немножечко так вот соответствовать вот такому имиджу да такой что ли славе дурной которая ходила про этот город и стараясь как бы немножко так вот как бы немножко в каком то смысле даже играть играть даже да вот в таких вот нехороших людей которые там вот это поэтому я думаю что в там тоже что то есть то есть вот такую славе ну опять же это все конечно во многом натяжка ну а сейчас уж настоящий момент сами понимаете что ну говорить о каком то о том что здесь какое то такое особо такое нехорошее место ну как то уж совсем не гоже да вот поэтому здесь так же точно так же как и других в общем-то подмосковных городах в этом отношении криминогенная ситуация она здесь совершенно такая же как и везде по крайней мере сейчас может быть раньше да еще что то можно говорить ну вот видите небольшой такой зеленый уголочек это мы с вами уже перешли кстати так называемый квартал домов высшей школы здесь когда-то находилась высшая партийная школа сейчас ее уже нет вот и когда-то вот здесь дома были от этих вот от этой высшей партийной школы еще здесь в советское время вот еще это называют этот городок вините по производственному комбинату издательскому комбинату вините вот который писать до сих пор здесь находится и вроде как до сих пор работает вот эти дома вот видите то скверик это общежитие вообще говоря раньше были и когда-то это были общежития как раз от института горного дела и не скачинского когда-то вот эти вот пятиэтажки вот слева который не вот здесь сквер идет а там вот эти пятиэтажки и вот они это были вот 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 здесь вот мы во дворах фактически идем пятиэтажек и они были вот как раз давали как общежитие вот этим вот сотрудникам этого института, который прям вот напротив я вот показывал, где он находится там на первом Панковском проезде. Мы все как раз по нему до сих пор идем. Но он большой такой проезд, там может 2-3 километра длиной, поэтому так и получается. И вот такие скверики. Видите, как люди жили и до сих пор живут. Вот сейчас очевидно это уже не общежитие, а уже отдельные квартиры и скорее всего живут тут уже не только сотрудники института горного дела, хотя может быть и одни тоже отчасти тут есть, остались. Видите, как же вот создавали жилье для людей. Ну во-первых, пятиэтажка и кирпичные причем. Во-вторых, соответственно, видите, вокруг все окружено сквером, зеленью. Смотрите, прямо дома вот топают зеленью. В Москве уже таких все меньше и меньше. Ну слава богу, пока еще есть, но таких немало. То есть видите, какие условия создавались, чтобы люди не просто там работали. Да, вот иди и работай там вот в институте, допустим, да, или на каком-то заводе. А вот чтобы еще и жить, чтобы не, как говорится, отдавался, но тебе и условия создавали, чтобы благоприятные для жизни. Чтобы не просто там пришел и ушел. А смотрите, какая красота. Смотрите, сколько зелени. Ну а на противоположной стороне находятся вот такие, кстати, довольно интересные домики. Вот они, обратил бы ваше внимание, трехэтажные, которые были построены в 50-е годы. Еще в 50-е годы. Видите, какие красивые. И вот от ограда. Ну таких домов у нас все меньше тоже остается. Но вот можно встретить еще такие, в том числе с оградой, вот такие дома еще на Кябрьском поле, наверняка, знаете. В Тушино немножко осталось еще таких вот домов, вот там на Подмосковной улице, например, Вишневая. Ну есть еще кое-где, хотя, конечно, все меньше и меньше уже остается. В Перово еще остались такие вот домики, хотя тоже совсем уже мало таких кварталов, вот двух-трехэтажных домов. Тоже как раз эти вот построены в 40-е, там 50-е годы. Ну и здесь вот тоже, видите, как интересно, какая красота. То есть такой как бы свой микромир такой возникает, да, у людей. То есть с одной стороны дома невысокие, они не давят, не угнетают, психологически очень хорошо воспринимаются. Такие нарядненькие домики. С другой стороны, видите, как все в зелени утопает, прям, да, какая красота. Ну такой свой, тихо, спокойно. Здесь почти нет машин, как вы видите. Ну дорога, естественно, проходит, понятно, но машин почти нет. Шумные там проспекты, Октябрьские, там другие шумные дороги, они чуть в стороне находятся. Вот видите, как интересно. Ну вот так вот. Ну сейчас это, видите, здесь банк. Ну, очевидно, в общем, практически, что здесь, конечно, был когда-то тоже жилой дом. Ну его просто переделали потом уже в банк. Ну, по сути, он просто под офис, как часто бывает. Вот, по-моему, как раз Сбербанк здесь находится. Ну, как, в общем-то, и в других городах. Вот еще раз повторюсь, это называется квартал Винети. Ну и тут как бы два названия. Квартал Винети и еще второе название. Это, собственно говоря, квартал домов Высшая школа. Ну, Высшая школа. Понимаете, тут просто как бы исторически это Высшая школа называется квартал. Потому что здесь действительно была высшая партийная школа. Но поскольку просто ее уже, эта школа, нету, то сейчас многие называют этот квартал Винети. А Винети-то он существует, поэтому, ну, вот и так, и так. То есть, по-разному. Ну вот и, собственно, вот через эту вот такую небольшую улочку, которая, кстати, называется улица космонавтов. Вот. Ну и тоже понятное название. Ну, потому что, очевидно, давали в советское время, скорее всего, где-нибудь там, наверное, в 60-е годы. Вот, когда как раз космонавтика была на подъеме. Первый человек полетел в космос. Ну и вообще, вот это все развивалось. Ну и давайте, вот еще один домик такой красивый, смотрите. Вот. Да, видите, какой свой мир. Тут все свое, да, вот свой такой мирочек. Немного людей живет, все фактически друга знают. Ну вот, и вот, смотрите, вот это есть, видите, вот это здание за забором. Оно такое здоровенное, большое такое здание, прям большое. Вот это есть как раз Винети. Тот самый Винети. Большую территорию занимает, большую площадь. И вокруг него вот эти жилые дома. Ну, которые, скорее всего, как раз вот и строились при этом институте. Это, вообще говоря, все... Ну, сейчас это российский, когда-то союзный институт научно-технической информации, который принчит ран. Но дело в том, что сам институт, он находится в Москве. А здесь находится не институт. Здесь находится именно, скажем так, издательско-полиграфическое комбинат. Издательско-полиграфический комбинат Винети. Вот этот вот. Ну, который что делает? Он выпускает всякие разные журналы, книги и так далее по разным отраслям науки. То есть, собирается вот здесь, вот видите, за оградой. Вот, то есть, это и информатика, и геология, там, биология, астрономия, математика, машиностроение, физика, химия. Ну, короче говоря, чего только нет, да? И вот это все собирается из разных, так сказать, источников, в том числе из иностранных источников, да? Как бы рефераты такие собирают, всякие статьи, там, как бы сводка такая, саммари, да? И вот это все издается, разные там новинки, разные, так сказать, обзоры делаются. И издаются такие вот журналы вот этим институтом. Как бы такая база всяких российских, зарубежных публикаций по вот таким вот именно наукам разным. Вот здесь вот существует. Ну, и вот это вот такое тоже здание. Ну, здание вполне себе такое обычное. Ничего тут в нем такого нет особенного. Обычное такое советское здание. Но, если это место, конечно, такое довольно знаковое, поскольку действительно, в общем-то, известный этот производственный издательский комбинат Винити в Люберцах в давних временах. Само здание, вот это главное, было построено еще в 40-м году. Ну, и, кстати, здесь не только, что интересно, здесь не только вот именно издательство, издание находится, но еще и типография. То есть, они еще тут и печатаются вот эти всякие там брошюры, буклеты, проспекты, каталоги. Вот эти все, да, все это здесь происходит. То есть, начиная от набора, верстки, там, корректуры, ну, и заканчивая, собственно говоря, уже непосредственно сготовлением готовой продукции. А это вот вы вышли на Октябрьский проспект. Ну, здесь тоже, видите, наверное, борются с этими, как Собянин, да, но это почти везде борьба идет с мелкой торговлей, и тут, очевидно, снесли вот эти тоже ларьки. Ну, под Москвой, конечно, все это происходит, понятное дело, с некоторым опозданием, по сравнению с Москвой, но все равно это происходит процесс. Вот, вот этот Октябрьский проспект, а что тут Октябрьский проспект? Октябрьский проспект, на самом деле, это продолжение нашего Московского Рязанского проспекта. Вот Рязанский проспект, он где заканчивается? На Кольцевой дороге, да? Ну, дальше, там же не тупик, он же дальше продолжается. Он продолжается, как Лермонтовский проспект, да? Ну, а Лермонтовский проспект продолжается, как Октябрьский проспект, вот, понимаете? Так что вот этот Октябрьский проспект, это продолжение нашего Рязанского проспекта. То есть, это, по сути, одна магистраль. Ну и дальше он идет туда, он проходит полностью через весь город Люберцы и дальше он туда идет, соединяется потом, там часть идет на город Жуковский, одна дорога, он потом разветвляется на две части, а основная часть она идет на магистрали М5 Урал, который является продолжением Волгоградского проспекта. Ну и дальше туда уже на юго-восток. Ну а мы снова уходим от Шумного Октябрьского проспекта, так сказать, к любимым малоэтажным домам, вот это и сейчас вот снова выходим на Первый Панковский проедет, все Винити, все Винити, просто я его обхожу с другой стороны, вот я начал с одной, я сейчас вот через Октябрьский проспект и снова вот прохожу его с другой стороны, это все вот большой такой большой институт. Ну там много разных суховок, много, конечно, потому что, кстати, сколько там людей, так сказать, задействовано в этом сборе информации, в обработке, в издании, ну то есть полно всяких, там макетчиков, корректоров, там редакторов, кого только нету, так сказать, сотни людей, конечно, все это делают, поэтому, понятное дело, что площади, они не просто так, такие большие, все, естественно, имеет определенную необходимость. Ну тоже такие вот дворики, пятиэтажки, ну это такая уже более нам знакомая картина, вот, хотя, конечно, все-таки, как видите, зелень здесь еще довольно-таки много в дворах, в Москве, конечно, уже таких все меньше и меньше. Ну, слава богу, пока еще есть, но сами понимаете и знаете, что это уже потихоньку все уходит и вырубка идет в Москве нещадно, особенно в последние буквально годы, что-то с обедом совсем разбушевался, просто вообще везде, везде, везде сплошные вырубки идут. Вот, ну и опять вот эти пятиэтажки, в общем-то, да, построены в 60-е годы, стандартные, они как раз ничем не интересны, и там вот это все вините, производственно-издательский комбинат. Ну, я так понимаю, что вот эти дома, скорее всего, как раз от этого комбината и давались, но я точно, конечно, не могу поручиться, но скорее всего, потому что, как правило, так и бывало, именно такие вот дома как раз вот, как бы они были от работы, многие здесь же работали, тут же и жили, тогда это была распространенная практика в советское время. Ну, вот, ну и тут же вот небольшие такие вот, как бы, комбинаты, домобыта, магазинчики разные и так далее, тоже примыкавшие к домам, ну, что и тоже понятно. Вот, вот, видите, такое здание, ну, оно, как бы, такой, типа, комбинат бытового обслуживания еще их называли, такие вот здания. Вот, и я снова выхожу на Первопанковский проезд. Который тоже весь прям в зелени находится. Вот, выхожу для того, чтобы как-то такие вот красивые домики. Как видите, тоже трехэтажный домик. Вот, ну, правда, немножко позже построен, чем тем, чтобы видеть, те были еще там, 50-е годы, этот в 60-м году, но все равно они. Вот, и вот такой красивый тут скверик есть, видите, красивый. Очень много здесь зелени пока еще, слава богу, места вот остаются. Но, в большей степени, все-таки, именно в таких вот местах, окраинах. А там, где центр города, вот мы еще увидим, там, к сожалению, уже, конечно, тоже многое вырубается. И, к сожалению, тоже полно плитки. А таких вот красивых, извилистых дорожек, такой зелени, какой красоты, конечно, уже практически нет. Потому я вот и решил, как раз и цель этого похода, она как раз и заключалась именно в том, чтобы прогуляться вот таким вот, по таким вот зеленым местам. Вот, как говорится, полазить по городу, посмотреть его не, как бы, не просто с такой парадной стороны, с официальной стороны, которую, наверное, почти все знают. Ну, и ничего там такого интересного, красивого нет. А именно вот с такой стороны, да, вот с обычной, как вот, что ли, такой, какой он раньше сейчас во многом был, да. И еще, как говорится, не обезображенным благоустройством, так называемым. Вот, смотрите, какая красота. Ну, там дома, но их почти не видно, настолько вот они все тут вот находятся, как говорится, вот в зелени. Там тоже пятиэтажки, ну, еще раз повторюсь, тоже 60-х годов, все-все то же самое. Ну, вот, смотрите, дворы, площадки. Ну, площадки, конечно, уже современные. Ну, вот. Все, и вот эту ограду суют, хотя она совершенно не нужна, ни большая, ни маленькая, тем более для детей. Кстати, она довольно опасная, на самом деле, потому что ребенок может бежать и об эту ограду удариться. И такие случаи не раз бывают. Ну, вот это желание огораживаться, оно просто какое-то маниакальное, на мой взгляд, совершенно какое-то нездоровое. Нет, я его вполне понимаю, это философия, да, чтобы как бы всех, как говорится, чтобы все хотели строим, чтобы, как говорится, это самое. Все под колпаком, это понятно, но совершенно не разделяю таких, как говорится, воззрений. Вот, ну, в общем, здесь вот котельная, когда-то вот тоже отапливал, сейчас, наверное, центральное отопление. Ну, а когда-то вот от котельной отапливалось все тут такое. Вот видите, уютный, красивый скверик. Вот, и вот сейчас, ну, это обычно трансформаторная подстанция, вот такое, видите, интересное и красивое место. Это первый Панковский проезд, напомню. Вот, ну, и сейчас вот вы видите квартал, он называется Желтый городок. Видите вот этот квартал, вот видите дома. Вот он состоит из таких, основных, желтых домиков. Ну, поэтому Желтый городок, трехэтажный. Видите, вот эти домики. И эти домики, они были построены в сороковые годы, сороковые. То есть, не шестьдетое, не пятьдетое, а именно сороковые годы. То есть, еще тогда, когда, ну, буквально здесь только-только вот этот вот рабочий поселок Панки вошел в состав Люберец. Это в 1934 году произошло. И вот вскоре после этого эти дома построили. Ну, и по эти сороковые годы. Ну, и по тем временам это, видимо, считалось прям просто крутыми домами, потому что, ну, вокруг вообще были бараки и полно деревянных домов здесь. Здесь же места не сразу же вот эти все появились. Там новые дома пятиэтажки, там девятиэтажки и так далее. То есть, до этого-то были деревянные дома, а не вообще ничего не было. И вдруг вот построили такие вот желтые дома. Трехэтажные, кирпичные, конечно же. Вот, и по тем временам это, да, просто было такое, можно сказать, революционное событие для местных жителей. Ну, а здесь уже, конечно, такие более привычные для нас дома, девятиэтажные. Вот. И здесь, кстати, конечно, построены были уже эти дома попозже. Девятиэтажки здесь уже строились в 80-е годы. Вот. Вот, видите, какой красивый дом. Вот это. Вот такой вот. Небольшой внутриквартальный проезд. Вот здесь находится, как бы, клуб, ну, центр благополучия называется. Ну, не так давно, кстати, построено, что сразу видно. И вот, смотрите, по контрасту, да, вот эта девятиэтажка, это, понятно, советское время. Вот эта трехэтажка, это вот 40-е годы, я уже говорил. И вот, видите, вот современный дом. Конечно, так сказать, в Люберцах тоже есть новое строительство, есть современные дома. Но их, на самом деле, не так много по сравнению все-таки с вот такими советскими домами. Там, трех-пятиэтажными. Вот он дом, который был построен в 2008 году. Вот. Здесь, кстати, что интересно, все дома числятся по Октябрьскому проспекту. Вот. То есть, вот и трехэтажные, да, хотя вот вроде на Первом Банковском находятся, но числятся они по Октябрьскому проспекту, по центральной магистрали. Вот. Ну, я не знаю, с чем это связано, но вот так. То есть, они тут много всяких корпусов. Ну, и вот такой, видите, контраст. Вот тут трехэтажка с одной стороны проезда, а с другой стороны вот такой современный дом уже буквально там 15 лет ему всего. Да, вот этому. Дома сколько там этажей, я не знаю даже. Ну, много, ну, конечно, много понятий такое, знаете, условное, относительно. Да, в Москве сейчас вон какие строят свои 45 этажей там и, так сказать, 25 уже не редкость и так далее. Да, ну, здесь, конечно, такого нет. Таких домов-то, слава Богу, не строят. Монстров-человейников. Ну, многие дома действительно довольно высокие. Вот. И вот, видите, какой контраст, да. Вот эти какие тоже тут вот старые еще оградки сохранились, да. То есть, смотрите, какие уголки там, если туда вот внутрь зайти. И тут же вот такой вот дом высокий, да. Ну, наверное, на этаже 14 может не будет так. На первый взгляд. И вот тут же вот трехэтажка. Тут же такие вот контрасты. Они в Люберцах встречаются. Ну, впрочем, как и в Москве тоже. Хотя, может быть, не так выражено, но сейчас уже. Вот в том, что таких домов у нас уже мало осталось. Да, вот такой вот. Это все один дом. Он просто так вот стоит углом. Таким, необычный, немножко необычный такой формы, как бы угловат ступенчатый какой-то такой. Так что вот такой квартал «Желтый городок» называется. Ну, в Люберцах, наверное, да, там больше десятка разных кварталов. Ну, вот в том числе вот мы уже видели, так сказать, ну, получается, это как бы, ну, в каком смысле, наверное, три квартала, да, панки. И, ну, хотя это не совсем квартал, все-таки больше микрорайон. Вот, но все равно, вот, квартал «Винити» и вот квартал «Желтый городок». Вот, ну, и также еще вот сейчас и промзону «Хлебозаводскую» тоже посмотрели, да, вот увидели. Вот, а сейчас мы идем в сторону микрорайона «Хлебозавод». Есть еще и такой микрорайон, вот, который тоже как раз примыкает к «Хлебозаводу» «Люберецкому местному». Вот туда мы сейчас идем, в ту сторону. Еще раз повторюсь, наша цель – это Люберецкий парк. Главная цель – дойти до Люберецкого парка центрального. Ну, и, собственно, до центра города. Так вот, то есть мы идем сейчас с окраины, с панков. Это окраина считается города Люберца. Типа как вот для, ну, если все, чтобы понимание было, типа как вот для нас с Перова, там, Новгиреева. Ну, вот, примерно считается, как вот окраина Москвы, да, спальные такие окраины района. Ну, вот, точно так же панки, вот, в масштабах Люберец, панки – это именно вот окраина считается. Вот, вот такие дворы. Видите, как много ли в Москве таких дворок уже осталось. Видите, какая красота. Здесь даже в жаркую погоду очень хорошо. Дома невысокие. Вот. Ну, эти дома, вот, которые слева, такие немножко, они, как бы, это самое, розовенькие такие, они примыкают туда, вот, в Октябрьском проспекту непосредственно. Вот, это школа. Сейчас мы уходим на больничный проезд. Вот. Не знаю, правда, с чем связано название. Больницы я здесь, как бы, не нашел. Но зато здесь находятся сразу, так сказать, две школы. Вот одна. Ну, до одной из них не пойдем, а вторая, это вот эта перед нами школа, как раз. За оградой. Люберецкая школа. Которая была построена, кстати, в 30-е годы. Вот еще здание с тех пор у нас сохранилось. Ну, ограды, конечно, понятно, что современные, они, видите, так, вот, сделки. Ну, поскольку здесь зелени довольно много в этом городе, ну, по крайней мере, особенно вот в тех местах, где я вот сейчас иду, то здесь, в общем-то, гулять даже в жаркую погоду одно удовольствие. По таким вот дворикам, по разным улочкам, таким небольшим проездом между домами. То есть, тут очень приятно гулять, приятно находиться. Ну, и вот мы с вами сейчас повернем на хлебозаводский проезд. И, собственно говоря, уже мы входим в микрорайон хлебозавод, который, как раз еще раз повторюсь, назван был именно по хлебокомбинату. Ну, и здесь, вот, как видите, уже есть и новые, так сказать, дома в этом микрорайоне. В основном, конечно, там тоже старые дома, но и здесь, как видите, есть уже что-то новое. То есть, там вот этот дом 17-этажный, он был построен в 2010 году, то есть, чуть более 10 лет назад. Вот, а там сейчас я покажу еще и новостройку. Люберс тоже строится, конечно, совсем не в тех масштабах, что Москва, ну, и понятно. Но нельзя сказать, что тут все застыло на одном месте. Нет, почему? Тоже стройка идет. И какие-то новые дома тоже строятся. Люберцы тоже растут. Вот, кстати говоря, этот город входит в шестерку самых густонаселенных районов, городов Московской области. Он, во-первых, шестое место занимает. На первом Балашиха, а вот на шестом месте находится Люберцы. Больше 200 тысяч человек здесь живет. Ну, конечно, по сравнению с Москвой, но это, конечно, вызовет улыбку. Ну, сравнить там в Москве 20 миллионов, да. Ну, хотя точно никто не знает, сколько в Москве живет, но все-таки вот так вот по более-менее такому почти общему мнению около 20 миллионов. Ну, опять же, это все так довольно условно, поскольку приезжих много и все такое. Ну, где-то так, примерно цифра такая. Ну, а... Хотя с приезжими, наверное, еще больше. Ну, а здесь вот всего, получается, 200 тысяч, это всего 1%. Представляете, 1%, да, получается, от того, сколько живет в Москве. Ну, может, чуть побольше. Ну, может, полтора процента. Ну, от силы 2, ну, вряд ли. Скорее, все-таки, наверное, 1% от того, что живет в Москве. Ну, вот, и видите, какая разница. Ну, тут и масштабы другие. Все-таки город-то тоже не такой, так сказать, разросшийся, как Москва. Москва-то вон уж какая-то, так сказать, до Калужской области дотянулась. Да и пределы мкада она немаленькая. Ну, здесь, конечно, совсем другие масштабы. Ну, тут же, видите, как еще все по-старому. Гаражи тут стоят тут же, да. И вот где-то и просто паркуются машины. Никаких эвакуаторов нету. Вот тут у нас так, припаркуйся в Москве, тут уже прилетит эвакуатор. Вот. Тут недавно видел, не успела машина припарковаться около какой-то котельной. Так уже там буквально, только встали, еще водитель ушел, так уже там буквально проходит какое-то время, может, минут, ну, 10-15. Уже эвакуатор, все, приехали, все, давай быстрее там. Да, надо, как говорится, успевать, а то вдруг вернется водитель. Все, деньги пропадут, как говорится, жертва ускользнет. Наверное, здесь все, конечно, намного проще. Такого нет. Такие вот дворики в Люберецке. Да, это вот уже как раз микрорайон Хлебозавод. Вот он, видите, вот новый дом. Вот, это называется жилой комплекс Карамельный. Карамельный. Я не знаю, почему такое название. Дали этому комплексу. Вот он, там, 25 этажей. Строит его с 19-го года. Жилой комплекс. Здесь вот как раз на Хлебозаводском проезде. Вот, ну, вот такое название. Ну, я думаю, нам для привлекательности дали такое название. Другого у меня просто, так сказать, соображения на этот счет нет. Вот, то есть в 2010 году построили вон тот дом по Хлебозаводскому, 17-этажный. И вот тут, вон он, видите, вот тот, вон он. Этот, в 10-м построили. И вот, видите, Карамельный, видите, офис продаж. Тут же уже и продают. Еще не успели построить. Ну, как и в Москве, все то же самое. Только еще начинают строить, уже офис продаж открывается. Ну, чтобы деньги несли. Но эти же деньги потом, в общем-то, и строят. Дольщиков. Вот. Так что, как видите, тут вот стройка тоже идет. Это вот как раз вот рядом с, на границе как раз промзоны Хлебозаводской. Это все вот микрорайон Хлебозавод называется. Вот. А сам Хлебозавод, он находится тоже прямо вот неподалеку. Вот туда, если идти, по Хлебозаводской улице, там вот это Хлебозаводский проезд. Туда дальше, если чуть пройти по Хлебозаводской, там как раз находится Хлеберецкий хлебокомбинат, который вот работает с 1933 года. Вот. И получается уже 90 лет, да. Да, где в этом году 90 лет получается. Ну, и там все только нет. И всякие кондитические дели, и пирожные всякие, батоны, изделия, и на заказ, и сдоба всякая. Короче, еще только нет. Ну, как обычно здесь в этом отношении. Просто, наверное, со своей спецификой, Люберецкой, может быть, есть какие-то, так сказать, особые сорта хлеба, не знаю, вот такие вещи, но более-менее понятна продукция. Вот. Ну, и вот снова мы выходим, да, на Октябрьский проспект, центральную магистраль этого города. И сейчас мы как раз пойдем уже в финальную часть похода. Она, соответственно, будет идти как раз туда, через мост пойдем в сторону парка. Ну, видите, здесь еще зелени пока довольно много. Но ей, кстати, угрожает снос. Ну, как снос, не снос, а вырубка, уничтожение. Потому что Октябрьский проспект здесь хотят расширять. Вот, все уже, Люберцы задыхаются, машин тоже полно. И транзитных в том числе много. Ну, в общем, короче говоря, вот эту часть хотят расширять. И, скорее всего, вот эту проезжую часть, она будет расширена. И, соответственно, понятное дело, что деревья тоже пойдут под нож. Вот. Так как это произошло, я вот покажу там, где вот мы сейчас как раз пойдем в сторону парка. И я покажу, что там сейчас. Многие даже не узнают. Октябрьский проспект. Настолько там вот произошли серьезные изменения. За буквально вот последние 2-3 года, да. Чтобы далеко не ходить. Вот это вот, кстати, перешли сейчас из микрорайона хлебозавод в микрорайон мальчики. Вот сейчас мы идем по микрорайону мальчики. Да, вот такое, так сказать, смешное название. Не менее смешное, чем панки. Ну, даже, наверное, еще более смешное. Вот. И панки многие думают, что это как связано с панками, которые здесь, тем более, такая культура, люберецкая, да. Ну, вроде как, что, ну, где люберы, там и панки. Все такое. Вот. Ну, а мальчики, это вообще смешно. Мальчики, девочки, да. Вот это все. Ну, на самом деле, здесь же как раз находилась железнодорожная платформа мальчики. Сейчас она заброшена. Эта платформа. Ну, это тоже какая красивая. Знаете, какой скверик тоже красивый. Видите, как вот хорошо пройтись. Немножко я вот отошел от шумной такого Октябрьского проспекта. Чтобы около проезжей части не ходить, можно прямо здесь вот пройти под деревьями. Видите, какая красота. Вот. И дома там прямо вот рядом. А вот, представляете, вот если будут расширять этот Октябрьский проспект, вот эта вся красота, ее все уничтожат. Скорее всего, так и будет. И очень даже может быть в скором времени буквально. Может быть, даже в этом году. То есть совсем скоро. Нависает угроза. И тогда вот этой всей красоты уже не будет. И представляете, вот эти дома, которые сейчас хоть как-то защищены от этого шумного и пыльного Октябрьского проспекта, от проезжей части, они буквально окажутся, ну, на самой проезжей части. То есть она буквально вот здесь прям пройдет, прям под окнами домов. Ну, как сейчас-то и в Москве он бывает. Точно так же. Очень многие улицы так вот тоже расширяли в Москве. Ну, так же и здесь. И все. Вот, понимаете, как же, что будет, как пострадают люди. А что они могут сделать? Ничего. Выступишь, тебе сразу скрутят, навезут специалистов соответствующих, да, автобус. Сразу желание пропадет. Если не пропадет, ну, все. Так что тут как бы альтернатива-то какая. Либо, как говорится, жизнь хоть какая-то, либо смерть. Вот. Какие еще есть варианты? Ну, а что касается мальчиков, собственно говоря, а был ли мальчик? А, собственно, про мальчиков, да? Вот. А что касается мальчиков, название, кстати, не случайное, да? Ну, вот, в общем-то... Ну, и здесь как раз объяснение этому есть. Дело в том, что здесь была колония беспризорников, действительно мальчиков, да? Ну, преимущественно мальчиков, которая... И колония-то находилась не прямо вот здесь, она находилась в городе Дзержинский. Но она сейчас есть, он неподалеку находится, тоже в Люберецком районе. Ну, сам город Люберц, он не входит, это самостоятельный город. Его хотели-то одно время объединить с котельниками, ну, вот. Вот. И там была колония в советское время, колония беспризорников. И они строили здесь, вот, в том числе, их силами строилась железная дорога, здесь вот от, так сказать, станции Люберца до как раз Дзержинского, то есть, которая соединяла как раз Дзержинский и Люберц. Сейчас она не работает. Ну, она только до Янчикина работает, это только грузовое движение. А когда-то работала до 97-го года. Вот. И вот она соединяла как раз вот станцию Люберца и как раз вот... Вот основка первого платформы мальчики. И вот эти мальчики, вот эти беспризорники, да, вот эти из колонии, они в том числе как раз их силами строилась вот эта вот именно железная дорога и в том, что это платформа. Ну, по крайней мере, так говорят. Вот сейчас мы поднимаемся на мост, на эстакаду такую, которая была построена в 88-м году. Вот мы сейчас идем фактически уже начинаем идти по мосту через железную дорогу. Вот как раз из эту линию, железнодорожную линию, Люберца-Дзержинский. Вот. А когда-то здесь был железнодорожный переезд. То есть, когда-то этого моста не было, вот этой эстакады. И вот этот Октябрьский проспект, он проходил... Да, кстати, Октябрьский проспект, ну, я думаю, все понимают, да, дело связано, конечно, с Октябрем, с Октябрьской социалистической революции 17-го года. Это, я думаю, понятно. Ну, так вот. И вот здесь был железнодорожный переезд до 88-го года, пока не построили вот эту вот эстакаду. Вот. Ну, а когда построили, теперь вот движение, как видите, идет вот по этому мосту, большому протяженному мосту. И вот сейчас мы увидим под мостом, там как раз проходит железная дорога. По ней идет движение от Люберец до Яничкина. То есть, мальчики, и следующая платформа это Яничкина. Но движение сейчас только грузовое. Там в Яничкино находится большой парк, вот, и там вот грузовые составы. Только обслуживаются, формируются и дальше идут там по разным направлениям. Пассажирское движение, как я уже сказал, здесь нет диноза седьмого года. Ну, собственно, вот. Вот. Так вот, все это выглядит. В территории, прям, вы видите, какая большая магистраль. Видите, как все стоит, смотрите. Машины прям еле едут. Вот это я в прошлом летом, естественно, съемка идет. И в субботу я здесь был, в субботний день. Ну, и вот, смотрите, какое тут движение. Тоже распирает эти люберцы от народа, конечно, очень много тут народу. Еще там вот по окраинам как-то более-менее, а так, конечно, в любом случае город тоже довольно перенаселенный. Ну, с Москвой, естественно, не сравнить, но в любом случае народу живет довольно много. Ну, кстати говоря, город границ с Москвой в Жулебино. Там граница проходит по улице Маршал-Полу-Боярова. Вот. И там с одной стороны это Жулебино, а с другой стороны люберцы. Кстати, Жулебино тоже был когда-то частью люберец. Вот. Да. Это то, что сейчас Москва. Это раньше когда-то был частью люберец. Просто оттяпала Москва еще в 80-е годы прошлого века, 84-м году. Ну, вот она, железная дорога и заброшенная платформа Янчикина. Видите, слева? Вот это вот платформа Янчикина. Вот она там вся заросла, заброшена. Вот. А так вот здесь движение идет. Вот ведь даже накатная колея, в общем-то, видно, по-моему, да? Слева-то нету, вот там, где платформа. Вот. А справа-то, вот здесь вот, видите, это колея, она накатана. И здесь вот идет движение. Видят, там потом еще идет раздвоение рельсов. И дальше там, перед Янчикина, там прям вообще целый целый куст путей. Там их очень много. Там более десятка путей. И на них стоят уже всякие грузовые составы формируются. Там целый парк такой. Ну, а станция вот эта заброшена. Да, вот получается уже сколько? 20, так, ну, 25 лет, 25-26 лет заброшено. Ну, и все хотят, как-то есть планы, все, может быть, как-то все-таки возобновить движение здесь. Только продлить его до города Латкарина. Ну, и, по всякому, мне как бы известно о том, что такие мысли есть. Но пока как-то все это на уровне, знаете, таких отдаленных проектов. И пока как-то вот. Ну, сказали, что якобы закрыли за ней ретабельностью. Хотя, конечно, не знаю. Ну, просто решили, что взяли, добросили в 90-е годы. Ну, видимо, действительно, да, скорее всего, потому что доход маленький был, поэтому и бросили. У меня другой причина, у меня, по крайней мере, не находится. Все только в деньги упирается. Вот. А здесь, видите, идут работы. Это строят съезды. Съезды с этой дороги тоже тут. Вот. Видите, кстати, Октябрьский проспект. Вот здесь он уже, вот дальше там его уже расширяют. Расширение сейчас продолжается. Здесь, видите, работы идут. Здесь вырубили полно деревьев. Когда-то здесь тоже было все прям в зелени. Было вот эти все с одной стороны, с другой стороны моста. И дальше туда. Тут прям все утопало в зелени. Еще буквально там три года назад. Вот. Работы начались в 2020 году. вот на этом участке Октябрьского проспекта. И тут тогда вот буквально за год, за два все вырубили. Всю зелень, которая тут находилась. Ну, почти ничего не осталось при расширении вот этого проспекта. И сейчас тут практически голое пространство, как вы видите. И справа, и слева очень мало зелени осталось. Вот. И здесь устроят съезды какие-то. Ну, скажем так, типа развязки будет. Вот. Типа развязки. Ну, правда, с чем развязка, не очень понятно. Ну, съезды будут, наверное, как-то вот, чтобы машины разворачивались. То есть, они здесь, видимо, под вот этой вот эстакадой. И там, скорее всего, будет как бы вот разворот. Разворот. И вот они вот так вот с одной стороны будут на другую. Даже здесь развернуться фактически нет, получается. А вдруг надо будет развернуться. Значит, приходится делать большой перепробег. То есть, там, туда дальше далеко ехать. Ну, чтобы этого не было, ну, сейчас, видимо, делают какую-то такую съезд. Ну, вот. Здесь, кстати, речка Люберко протекает. Вот именно здесь она протекает. Вот здесь. Ну, просто мы ее не видим. Ну, вот имейте в виду, что вот, когда вы смотрите вот на эту зелень, оставшуюся, слава Богу, пока еще, да, что там под землей протекает речка Люберко. Просто она протекает в коллекторе. Мы ее сейчас тут не видим. Ну, и тут большая стройплощадка прямо непосредственно от речки Люберко. Ну, я думаю, они там знают, где она протекает. Поэтому строители, естественно, им сказали. Поэтому думаю, что тут каких-то страшных вещей не будет. Ну, вот. Ну, вот. А по той стороне, кстати говоря, раньше находился у Ямедута Парспекта. Ну, и сейчас находится Люберецкий авторемонтный завод. Вроде он как работает. Но там еще, правда, был другой завод, который, Люберецкий завод электромузыкальных инструментов, который производил всякие балалайки там, микшеры делали, всякие баяны. Ну, короче говоря, всякие музыкальные инструменты. Именно электромузыкальные. Электромузыкальные. Не просто музыкальные. Ну, вот его сейчас уже нет. Там сейчас все тоже разербанено. Но это по ту сторону. Там тоже где небольшая такая промзона, и там несколько заводов было. Ну, примыкающие тоже железные дороги. Вот. Там же Люберецкий водоканал и все такое. Ну, а здесь вот видите, что тоже происходит. Так что не только в Москве. Вот все везде техника работает. Везде все разрушают, ломают, строят, копают. Ну, здесь, как видите, в Люберцах тоже. Вот мы сейчас, когда еще были на окраине города, да, там все было еще как-то более-менее хорошо. Ну, вот. А сейчас это уже центр города. Мы сейчас идем фактически в центре города. Ну, и все. И сразу же видно, что зелени практически нету. Но зато всякие какие-то стройки, копки, машин полно, одни дороги. Вот. То есть уже, к сожалению, ну, место становится непривлекательным для прогулок. Ну, ладно. Сейчас я уже, так сказать, дойду до парка, который, кстати, тоже довольно сильно изуродовали за последнее буквально вот время. За последние там пять лет тоже там прошло так называемое благоустройство. Так что тут не только Собянин, как говорится, виноват. Не только в Москве это все происходит. Ну, и в Люберцах тоже все эти работы идут. Просто в разных масштабах. Так что это все идет с самого большого верха. Понятно, что эти люди, конечно, тоже прикладывают руку, но еще раз повторюсь, это, так сказать, с самого верха идет. Вот эти все варварские действия и такие вот насилия над людьми. Вот это Содиона Торпеда. Содиона Торпеда, где когда-то находилась Люберецкая церковь. Вот здесь как раз была эта, может сказать, такая основа, как бы древняя часть вот именно села и когда еще Либерцево называлось, Либерцы. Вот именно здесь. Здесь находилась как раз Преображенская церковь когда-то еще. И, кстати, было владение князя Александра Меншикова, о котором я вчера говорил. Вот такая перекличка идет, да, бывает же так. Вчера Меншикова и говорила сегодня о сподвижнике Петра I. Он тоже тут имел владение. Содил. Даже чуть не целый флот был. И, кстати, к нему сюда, говорят, приезжал Петр I. То есть, в Люберцах бывал Петр I. И, кстати, не один раз именно князь Уменшиков он приезжал. И он тут ему показывал там на водоемах флот, что же нас орудил. Ну, сейчас вроде на реконструкции этот стадион Торпеда находится. Ну, в Москве, кстати, тоже, между прочим, на реконструкции Торпеда. Как интересно, да, какое созвучие тоже у нас на реконструкции Торпеды. Да и кого реконструкции, по сути, заново все строят. Там полностью снесли и заново строят на Восточной улице. Ну, и здесь тоже самое. Вот на Октябрьском проспекте. Здесь вот в центре города тоже стадионная реконструкция. Ну, вот церковь снесли в советское время и вместо церкви сделали стадион. Ну, что, кстати, тоже часто бывало раньше и в советское время. Ну, типа того, что чего вам Бог молиться, спортом занимайтесь, да. Вот. Это Дом культуры. Это, ну, даже не столько, так сказать, даже, можно сказать, Дом культуры, сколько это Люберецкий, да, Дворец культуры, вот, который в 62-м году. Ну, такое-то уж типичное здание для Дворцов культуры. Ну, конечно, Павлиник Ленину, ну, конечно, без этого, естественно. Площадь, конечно, перед, так сказать, Дворцовым, все-все то же самое. Ну, сейчас я так понимаю, что там тоже, как обычно это бывает. Кстати, тут Высоцкий выступал довольно много в этом вот Доме культуры. Именно в этом здании. Вот. Ну, я Высоцкую не люблю, кстати. Нет, он талантливый человек. Безусловно, тут вообще без вопросов, но его голос вот этот вот, да, он мне неприятен. И вообще, в целом, вот этот надрыв, с которым он все это делает, ну, мне просто неприятен. Ну, и репертуар тоже мне очень нравится. Хотя, да, талантливый человек, безусловно. Вот. Ну, вот, собственно говоря, вход. Да, вот эта входная. Вот, видите, здесь, кстати, зелени полно было. Все это вырубили. В 17-18 годах проходило здесь, так назовем, благоустройство. Вот это все создавалось. То, что мы видим сейчас. Здесь вот эти все входные группы, вот эта плитка, освещение, вот это все там. Ну, короче, вот этот весь антураж. Это все вот в основном 17-18 год. До этого все было намного проще. Парк, он, естественно, был. Вот. Но он был намного проще. Намного более приятным и лучшим, чем сейчас, после так называемого реконструкции. Ну, это вот, видите, такой центральный вход. Все, как обычно. Площадь, все эти. Входная группа, так называемая. Да, вот эти все вещи. Ну, и парк, естественно, давний. Вот. Еще, так сказать, отдаленно напоминает даже времена усадебного парка Меньшикова, который тут как раз, вот, где у него дворец-то здесь был. Ну, и с тех пор ничего не сохранилось. А церковь сейчас, она и перенесли на другое место. Там сейчас она на совершенно другом месте находится. Тоже Преображенское, но на Октябрьском проспекте. Ну, туда вот. Совсем в другое место ее перенесли. Вот. И, в общем-то, она уже никак с этим местом не связана. Туда, где вот это сам микрорайон. Поселок имени Калинина. Вот там она находится. Ну, а тут, в общем-то, парк. Здесь, естественно, можно погулять. Несмотря на то, что здесь, конечно, много вырубили зелени, что парк тоже стал весь такой прилизанный, весь плитки. Смотрите, какие пространства. А зачем, спрашивается. Какой смысл делать такие огромные пространства плитки, если то, что демонстрации, такое пещенье, как будто это сделали такую территорию для проведения демонстрации. Или каких-то парадов торжественных. смысла в этом нет. Раньше было намного проще. Обычные такие дорожечки были. Да, была центральная часть, конечно же, такая более прилизная, но не такая, как и сейчас. Ну, и... А дальше там уже довольно дикая была территория. Во многом заросшая, что тоже хорошо. Ну, это вот центральная площадь с фонтаном. Причем, говорят, этот фонтан, он как бы такой типа светомузыкальный, что-то динамический, как-то так, как это называется-то. Ну, в общем, какой-то такой крутой, светомузыкальный. Ну, ну, понятное дело, что это все видно только в вечернее время, поскольку... Ну, кстати, музыки что-то я тоже не услышал. Ну, и... Светомузык, тем более... И не увидишь, когда в дневное время, когда солнце светит. Ну, этот парк, он на Собянинский похож очень сильно. Вот, несмотря на то, что он такой довольно большой, из-за обилия плитки и многих вырубленных деревьев, он, конечно же, далеко не такой колоритный и привлекательный, как он был на благоустройстве. Ну, погулять, конечно, все равно можно. Тем более, что в Люберцах, собственно говоря, больше такого вот именно места, именно парка как такового, да, где вот именно специально предназначено для отдыха. В общем-то, нет. По сути-то, это вот такое центральное место отдыха. Ну, он и называет центральный парк, именно Люберецкий парк культуры отдыха. В сущности, он один. Ну, все остальное, там это скверики небольшие, это понятно. Просто дворы, ну, это же все-таки не именно такое центральное место для отдыха. Ну, кое-где, конечно, есть вот тут, видите, такие дорожки тенистые, еще что-то такое немножко сохранилось, конечно. остатки был лованы, увы. Именно что остатки. Ну, понятно, памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны, тут все в любом парке. Да. Ну, и скамейка, да, никто не сидит. Вот, вроде, скамейка, для кого? Непонятно, для кого. Ну, а кто хочет съездить? Вот еще скамейка, и тоже никого нет. Вот еще скамейка, тоже никого нет. Видите, как? Ну, потому что под раскаленным солнцем я шел, там жарища была под 30, ну, прикиньте. Ну, кто-то вот, видите, сидит. Все, кто-то найдется. Ну, вот такое возвышение, как приборчик такой, да. Вот. Со скульптуры танцующая на шаре под зонтиком называется. Вот. А там, кстати, вот находится, да, самое главное здание в Люберцах. Администрация. Администрация, да, города Люберцов. Такое здоровое здание. В 81-м году было построено. Ну, видимо, как раньше, в 81-м году, конечно, это сейчас администрация как бы не называла. Вот, видите, танцующая на шаре под зонтиком. Такая композиция. Ну, и отсюда открывается довольно такой красивый вид. Во, видите, на центральную такую дорожку. Вот, там, где фонтан как раз. Кстати, около фонтана там дежурил охранник такой форме, типа, Росгвардия какой-то там стоял и мучился ужасно просто. Не знал, чем ему заняться. Ну, вот, его там, видимо, поставили охранять фонтан. Но, наверное, заодно присматривать за всем парком, да. Ну, в общем, вот, конечно, смотреть было довольно тяжело на все это. Вот. Ну, здесь же, видите, администрация и дворец спорта Триумф находится. Вот это здание администрации, да. Ну, видимо, бывший горком, скорее всего, КПСС, конечно же. Вот. А вон Триумф, это вот спорткомплекс. Ну, как бы главный спортивный комплекс, спортивное здание города Люберц. Ну, вот. Так что тут, видите, не только парк, но тут еще как бы административный центр этого города. Ну, и спортивный, административный. Ну, и тут же вот, в принципе, неподалеку находится и краеведческий музей города Люберц, и картины и галереи, и кинотеатр Октябрь. Так что там все вместе собрано, как говорится, вот в одном буквально вот месте, буквально небольшой такой площади, примыкающей к парку, как раз, да, еще собрано, и разные такие административные здания. Вот. Ну, это все граница парка, как бы, окраина, что ли, парка. Ну, тоже такие, да, ведь создали такой тоже хвойный уголок. Это все вот не так давно создали, раньше не было, это вот как раз буквально несколько лет назад. До этого проще все было, то, что такие вот уголки сделали, то, что как у нас вот любят, то, в Москве делают такие вот тоже. Типа, горки всякие альпийские создавать искусственно, такие хвойные уголки, во многих местах. Ну, так же и здесь. Типа, чем мы хуже? Мы тоже умеем, да. Ну, вот это, видите, это парк, и вот прям буквально граница парка, здесь и такое собрание разных, важных, важнейших, можно сказать, о городах зданий. Ну, это, конечно, самое главное, самый мужский центр, центральное здание администрации. Так, ну, это какая-нибудь шахта витиляционная, не знаю, что это такое. Ну, это парк аттракционов, кстати, здесь же находится, вот туда тоже примыкает непосредственно, как бы, к администрации для детей. Ну, да, вот играете прям, прям на жаре, вот прям среди плитки, прям под открытым небом и так далее, да, да, да. Конечно. Ну, вот это все площадь, ведь все-все вырубили. Раньше тоже деревья были, все, ну, не все прям, конечно, не лес рос, но все-таки деревья-то были, тоже вырубили. А там раньше детский дом был, видите, вон то здание, там, которое, чуть вдалеке туда, вон оно, впереди его, да, детский дом. Ну, сейчас я вроде как, там какая-то торгово-промышленная палата, что ли, Люберецкая, ну, что-то такое. Короче, какие-то офисные служащие сидят, как планктонах называют, да. Вот она, Люберецкая картинная галерея, вот, эта галерея, она была построена совсем недавно, в 18-м году. Ну, как раз тогда, когда вот этот парк, так сказать, благоустраивали, переделывали, вот эту площадь создали, да, и вот тогда аж картинная галерея появилась. Ну, в принципе, при желании можно ее посетить, вроде как она открыта, так, тут же и мои документы находятся свои, Люберецкие, не только в Москве есть документы, еще и в Люберцах, пожалуйста, свои. Вот, вот она галерея, и прямо тут же к ней примыкает краеведческий музей, вот она, они прям связаны, вот эта галерея, вот она, новое здание, а там музей, ну, музей, понятно дело, намного более раннее здание, вот, ну, просто она современно наделана, а по сути дела, оно, конечно же, вот она, картинная галерея, вот, ну, а здесь вот примыкает именно здание краеведческого музея, которое, естественно, тоже можно посетить, там, единственное, если хотите посетить, то уточните просто время работы, чтобы не попасть в такое, когда оно не работает, ну, вообще, в выходные дни обычно работают краеведческие музеи, ну, а когда же им еще работать, если как-то не выходные дни, понятно. Вот, ну, и мы снова возвращаемся, собственно, и заканчиваем, будем снова на Октябрьском проспекте, ну, куда же без него, центральная магистраль, эта улица, и вот, а это вот кинотеатр Октябрь, который, кстати, был построен в 1885 году, ну, и понятно, почему он называется Октябрь, все понятно, все Октябрьская революция, все символы, так сказать, понятно, советского строя еще, вот, в 1885 году, хоть уже и недолго оставалось до крушения, но все равно еще был Советский Союз и соответствующие диалоги, вот, ну, сейчас там его, естественно, переоборудовали, сейчас это как бы киноцентр Октябрь называется, а не кинотеатр, ну, как, в общем-то, во многом там, конечно, уже больше коммерческих заведений, а это называется, так сказать, часовня, часовня всех святых, вот, такая вот, это не храм, это чисто часовня, сами видите, да, вот, как бы, причем считается она, как мемориальная, посвященная погибшим люберчанам в годы Великой Отечественной войны и построена в 1895 году, вот, то есть, получается, ей уже 30 лет, этой часовни всех святых, тут же фонтан, небольшой перед ней, ну, и, собственно, вот кинотеатр Октябрь, да, и тут же находится, ну, все понятно, там, так сказать, бывший у Нермак Люберца, кстати, когда, вон тут, видите, там у Нермак когда-то был, ну, сейчас, не знаю, что там пятерочка там находится, ну, и здесь же можно перейти, вот, этот Октябрьский проспект, по подземному переходу, там есть подземный переход, и можно перейти, и дальше сесть на автобусы, доехать до Москвы, там есть автобусы московских, довольно много, но несколько маршрутов точно есть, ну, во всяком случае, я именно так уезжал отсюда, я приехал на электричке, вот, как ладно, до платформы Панки, а уезжал отсюда на автобусе, вот, отсюда как раз, именно отсюда, и уже до Москвы, там, по-моему, я ехал до, там, около метра Выхину, в районе Ташкентской улицы, скажем так, вот, ну, в принципе, при желании, можете прямо сюда приезжать, без панков, а прямо вот непосредственно, и погулять, если в этом парке было бы желание, до новых встреч, подтверждаю, сож � yield. Продолжение следует...